Привет дорогая публика, привет дорогие подписчики, гости канала, с вами я Чернов Александр. Такое вот странное начало, хочется сегодня так начать, сказать я Чернов Александр, я устал, я шпарю обзоры на два канала, и Чернов Эйва, и Майчуз, и плюс у меня группа в Телеграм, и плюс много звонков, обращений в течение дня с вопросами о портативе, о доработке портативных устройств и не только. И да, усталость много, я никогда на работе так на своей основной за 20 лет, но в течение 20 лет работал, редко так уставал, как сейчас хронически, устаешь, но ведя такую бурную деятельность в теме аудио. Но пришел рекап за неделю, такой отчет от YouTube приходит за неделю, за месяц, да, и за месяц смотрю, статистика по Майчуз, больше тысячи подписчиков, в такие моменты сразу усталость рукой как бы снимает, и думаешь, вау, значит мы все делаем не зря, значит мы полезны, значит нас принимают, воспринимают, и мы хорошо делаем свою работу. Это здорово, это приятно осознавать, поэтому всем привет и всем благодарность за активность, за лайки, за репосты, за подписки и за комментарии. А сегодня так вдруг пал взор мой на коробку из-под наушников Plutus Beast от компании Kinera подразделения Celest. Давно они у меня на руках, я периодически к ним так подходил, изучал, подбирал там разные компоненты, чтобы добиться наилучшего качества звука. И вот сегодня я хочу вам рассказать о плюсах и минусах данной модели наушников. Как обычно есть легенда на коробке, такой скрин сделал с переводом из Google Translate. Заголовок, я считаю просто первый абзац, тянелу зверь заголовок. Первый абзац такую информацию нам несет. В огромном мире, горы, морей, где, как полагают, все населено духами. Команда дизайнеров Celest черпает вдохновение из мифологических историй. Они взяли мифического писю, они взяли мифологического писю, также известного как Плутас-зверь. Плутас-зверь, он же пися, был взят как важная основа для творчества и воображения. Но с воображением у нас в порядке, мы можем сейчас воображать. Интересно это все развивается в воображении. В результате появилась новая серия наушников, которая меняет их очарование. Вот живите теперь с этой информацией. Каждый раз используя наушники Плутас-бист, понимаете, что у вас в ушах он же пися. Как-то так. Так, теперь о наушниках. Были они приобретены мною в официальном магазине на Алиэкспресс. И на момент покупки цена составляла более 100 долларов. Сейчас я посмотрел уже ниже 100 долларов. Тем более сейчас там время распродаж на Али. Можете зайти по ссылке в описании, посмотреть. Там можно воспользоваться промокодами, купонами, скидкой за монеты. И вырвать эти наушники подешевле. Компания Кенера верна себе и следует стилистике предыдущих моделей. У меня на Чернов Эйва был обзор на Пандамоны, на Селест Гумиха и на Феникс Колы. Феникс Колы самая дорогая модель. В линейке Селест, которая у меня была. Я высоко их оценил. Даже поставил в топ рейтинг в итоге года прошлого. Класс. Та модель так и осталась для меня нерушима. Она самая лучшая из всей этой четверки. Которая была у меня на руках. Все-таки Плутус Бист, как бы не хотелось верить, обдурить систему не получится. Они проще, чем Феникс Колы. А относительно более дешевых моделей Селест я не знаю. По Плутус Бист я прям теряюсь что-то сказать. Я не могу сказать, что они прямо лучше. Я сейчас вам расскажу все плюсы и минусы. А там уже сами будете решать. Начнем с того, что шикарный комплект поставки. Как обычно, все как-то вроде мелочь. А все как-то настолько правильно, стилистически подобрано. Вот дизайнеры поработали над всем. И хочется сказать поделка. Скорее правильно будет подобрать сюда эпитет сувенир. Сувенир на внешности наушники. Просто сам комплект. Ты берешь в руки. Ты знаешь, что ты заплатил 100 долларов свои. Ты берешь в руки и кажется, ну, внешний вид соответствует 100 баксом. Достаешь оттуда коробочку, открываешь такой, вау, ну, блин, какие они классные. Какие они красавцы. Вот достаешь эти две, я не знаю, фасолины или как-то называть. В общем, кладешь, достаешь этот кейс с кожзама, рыжий-коричневый, с молнией, подобранной в тон. Вроде бы мелочи. Кто-то не будет заморачиваться. Скажет, какая разница, кейс и кейс. Ну, нет, тут чувствуется тиснение на этом, как бы, кожзаме. Просто сам внешний вид. Вот она догоняет уже, правильное слово, выглядит солидно. Отгоняет обычно дешевизной, а здесь выглядит солидно. Кабель интересного качества. Я не могу сказать, хороший он или плох. Как бы он у меня с балансным штекером. Я тестировал на своих кабелях. Неизбитая фурнитура на этом кабеле. Все стилистически очень классно и немножко не похоже на более дешевых одноклассников или на более дешевых конкурентов. Это круто, это как бы здраво, это правильно, это классно. Там щеточка для протирки, еще два набора амбушюр. Ну и сами наушники, конечно, гвоздь программы здесь. Они вылиты из акрила или пластика, из какого-то материала. В общем, анатомичной формы, просто удобной формы, правильно сказать. Они с длинными носиками, с очень удобной посадкой. Невероятно удобной посадкой, глубокой, прямо в мозг. В общем, ты туда поселил их и забыл. Просто не надо ничего поправлять, просто великолепно. Ну, вот здесь вот кайф. Комплект поставки, удобство использования, просто бомба. Просто бомба. Наушники используют три вида драйверов. Это один плоский, фирменный, планарный, там скажем, плоский какой-то излучатель. Плюс арматура и плюс драйвер костной проводимости. Наушники очень легкие. При постукивании по ним там слышно вибрацию у этого драйвера костной проводимости. Паум-пам, как будто там что-то подпружиненное там вибрирует. Вот такая вот особенность. Дискомфорта не вызывает, просто особенность, как будто там внутри что-то там такое. Это большой, огромный плюс, то, что я рассказал. Теперь по звуку. Я беру конспект и вот у меня под номером один по звуку. Плюс. Это объем. Объем и образ немаленький. Да, наушники, несмотря на глубокую посадку, закрытый тип, внутриканальное размещение, причем глубокая посадка, дают хороший объем. То есть, вот звук довольно-таки крупный, образы довольно-таки крупные. Не рекордный, абсолютно нет, но и не мелкий. Ничего не мельчит, так явно. Это очень большой плюс. И объем. Это большой плюс. Дальше. Тембры. Хорошие, написал. Да, тембрально, несмотря на три вида драйверов. Костная проводимость, арматура. Это плоский драйвер. Тембры воспринимаются весьма себе удобоваримыми, приятными, достоверными, приятными, натуральными. Вот. Нету явного перекоса, сверления там арматуры или еще чего-то там. В общем, все нормально с тембрами. Это тоже большой-большой плюс. Третье. Тональный баланс. Тональный баланс здесь тоже такой очень приятный. Комфортно слушаются эти наушники. Все ровненько, так взвешено, даже более телесно. Я думаю, такой почерк звука много, кому понравится. Очень атмосферная передача музыкального полотна. Вот этот объем, который он дает еще на фоне тонального баланса, такого нейтрально удобренного теплотой, такой как бы несколько размазанных низких частот, я думаю, многим будет по душе. И жанрово, если зайдет, то прямо погружение такое дает очень хорошее. В общем, приятно слушается. Мелодично, музыкально, вот так. Середина не провалена. Да, хочется сказать, вообще, все полотно, это больше к динамическому диапазону еще относится. Ну и плюс, без провалов, кажется, все музыкальное полотно как палка движется. Вот, или как доска. Вот. Вот, это хорошо. Ну и дальше там опять красота, посадка, и об этом я уже вам рассказал. Вот, вот такие вот плюсы данных наушников. Они подойдут для каких-то атмосферных больше жанров, для прослушивания музыки на громкости определенной, где-то ближе к средней, может быть, чуть-чуть выше средней. Почему? Потому что есть ряд недостатков, о которых я должен сказать, и которые вы должны услышать. Первое и основное. Нет дыхания музыки, и не хватает прозрачности. Вот не хватает прозрачности, это первый основной такой бах, корень проблем всех вытекающих, скорее всего, из-за этого. По какой причине? Я не знаю. Я не снимал сеточки, решеточки, понимаешь? Иногда есть, ну, знаете, что я люблю всегда там очистить звуковод, чтобы дышало, чтобы двигались в воздушные массы, чтобы детальность было, разрешение. Но в данном случае как-то у меня, ну, не потянулась рука этого делать. Иногда есть наушники классно звучащие, их не хочется вскрывать. Иногда есть плохо звучащие, у тебя есть чуйка, что можно сделать лучше. А в данном случае такое ощущение, что горбатого могила исправит, хочется сказать. Или же просто, ну, не нужно. Все вот настроено, как настроено, и пускай будет вот так. Кому понравится, тот примет. Кто не понравится, ну, на вторичке потом продаст. Поэтому не лазил я туда, мне кажется, оно как-то настроено, и пускай так и будет. Поэтому не хватает прозрачности, по всей видимости, там есть звуководы, которые как-то по-своему задемпфированы, причем, наверное, задемпфированы по-разному, как это были вот HIDIS и MS5, к примеру. Один звук, а вот есть, демпфер в другом есть, в третьем нет. И вот это накладывает какие-то ограничения, по всей видимости. Поэтому лишь моя фантазия. Но факт в том, что прозрачности не хватает, дыхания музыки нет, воздух не звучит, нет погружения в один воздух с происходящим в аудиокомпозиции, фонограмме. Вот, это стоит знать. Нет цельной картин. Вот, три восклицательных знака. Да, если громкость средняя и ниже, нет восприятия цельной картины. Что это значит? Ну, опять-таки, на фоне большого информативного провала, недостатка информации, то ли, может быть, из-за драйверов, понимаешь, что разного типа драйверов, и в некоторых композициях, понимаешь, ощущение такое, что нет цельной картины, разваливается. Есть вокалист, а есть отдельно аккомпанемент в виде инструментов. Понимаешь? Вот воздух не звучит, информации не хватает, и из-за этого есть вот этот развал, разделение неправильное, разделение в плохом смысле слова, чтобы оно раз так и развалилось. Нет целостности картины. Вот, для меня это очень важно, чтобы попасть в одну цельную среду, которой иногда не хватает. Приходится делать погромче, тогда, в принципе, все хорошо, налаживается, но это вы должны знать. Микродинамика недостаточна. Ну, понятное дело, если там все забито, задемпфировано, или просто сами по себе драйверы не могут, микродинамика не ощущается. Ты просто слышишь информацию, а вот движение тонких материй этого не происходит. Динамический диапазон слаб. Да, как я сказал, вся вот эта АЧХ ровная, скажем так, она движется, как палка, понимаешь? Все источники звука, они плюс-минус с одной громкостью, и каждый источник звука, он, ну, вот он как-то, это, ну, не звучит, нет всплесков, нет вот этих неожиданных движений, нет тонких таких с микродинамикой и динамическим диапазоном связанных вещей, которые передают тебе эмоцию, вовлекают, передают прям, вот, знаешь, что ты можешь сфокусироваться на инструменте и прочитать его, и прожить с ним вот этот там сюжет, который отыгрывает. Понимаешь? РИТМ воткнуться? Нет. Все оно как-то так ровным, таким, можно сказать, чуть ли не мониторным полотном подается. Не хватает глубины сцены. Не хватает глубины сцены, ну, общий объем хороший, а глубины сцены, да, эшелонирования несколько не хватает. Но это не самая большая проблема, может кто-то и не заметит, но хочу сказать, что да, как бы немножко эшелонирования в глубину хотелось бы больше. Но так как они очень глубоко сидят, то понятное дело, ну, чреват это тем, что, ну, некогда формироваться звуковым волном, чтобы выстраивать тебе там трехмерную сцену, тем более корпус закрыт. Не получается сделать громче и получить больше. Вот, вот это да, это связано с масштабированием. Это частая проблема наушников. Когда ты вот в определенную громкость поймал, все хорошо. Тебе все хорошо, ты атмосферно. Да, вот тут в атмосферу композицию они погружать могут. Я рекомендую там что-то там акустическое или электронику какую-то послушать, вот в атмосферу погрузиться весьма. Не, с вокалом оно пойдет, но все как-то вот с отсылкой на недостатки, которые я сказал. И когда ты делаешь громче, становится громче, но не больше. Не динамичней, не масштабней. И поэтому приходится мириться с определенным уровнем громкости. Плюс я не сказал за использование кабеля и за амбушюры, потому что по памяти с фениксколами, при такой глубокой посадке с фениксколами очень меня выручили амбушюры танзу сенсей. Ну или санкайка, правильно назвать. Глубокая посадка не позволяет им сильно украсть низкие частоты. Все там очень хорошо сбалансировано и телесно. В фениксколах вообще прекрасно было. В плутусах я пошел по тому же сценарию. Я поставил эти сенсей, они дали вот эту воздушность, объемность, трехмерность. Некоторую свободу добавили по сравнению с другими, любыми амбушюрами, силиконовыми из комплекта или не из комплекта. Короче, подошли больше всего именно сенсей, которые несколько на другой уровень. Вывели эти наушники, более цельную такую как бы аудиополотно прорисовали с помощью них. И кабель я использовал Ксинкс, восьмижильное серебро, который, он стоит недорого, в районе 30 долларов. Но, к сожалению, по-моему, он снял с продажи. Возможно, вы можете зайти на магазин Ксинкс и написать продавцу, сказать, у вас есть такой четырехжильный, сделайте восьмижильный, как раньше был. Возможно, специально под вас они сделают. То есть, они откликаются. Я раньше заказывал у них кабель, без проблем они делают коннекторы, длины какие нужны. Поэтому, восьмижильный Ксинкс, недорогой, чистое серебро, очень здесь будет кстати. Если нет, то есть, как бы, альтернатива, которую я не слушал. Я предполагаю, что хорошая альтернатива, это от компании Kibir. Kibir называется кабель Limpid Pro. По описанию они очень схожи. Поэтому, вполне себе, Limpid Pro может сюда подойти. Вот. Поэтому, все, что хотел сказать, сказал о данных наушниках. Подводя итог, ну, скажем так, на 5 баллов они отыграли у меня. Мой такой вердикт, больше я им не дам. Ну, единственное, что можно полбалла накинуть именно за комплектацию, внешний вид, посадку. Да, тут вне конкуренции, это очень круто в таком бюджете. Это очень здорово. Вот. Ну, а Phoenix Call, как были лучшие среди селец, для меня так и не остаются. Еще раз благодарю всех за активность, за лайки, за подписки, за репосты, за ваши комментарии. Оставайтесь на Майчус и до новой встречи. Всех благ, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok